Приветствую вас. Ну, смотрите. Во-первых, ситуация заключается здесь в том, что вы в определенной степени дотянули, дотянули, как бы, свой момент, да, дотянули в свою сторону до вот того, что вам уже очень плохо. Это первое. Да? То есть вы именно что дотянули, и вы привыкли жить определенным образом, вот, и сразу измениться, конечно, вам будет сложно. Сразу поменять что-то себе, вам будет тяжело. То здесь, ну, на мой взгляд, не нужно думать, что вы вот так вот легко вас измените, да, и сразу у вас все изменится, да, и вы сразу начнете, там, вести себя, там, по-другому, да, и прочее. Тут все-таки нужно четко понимать, что вы привыкли жить определенным образом, вы привыкли жить по определенным правилам, вы привыкли жить по определенным моментам, и, ну, соответственно, не так все это быстро. Вот, это первое. Дальше. Значит, вы пишите, думаю о себе, что умное, но не понимаю, почему так плохо живу. Когда ум был связан с тем, как человек живет. Это первое. Что такое ум? То есть, что вы вкладываете в слово умное? Вроде неплохо зарабатываю, но денег нет. Ну, опять же, здесь оценка идет. Что значит, неплохо зарабатываю? Денег нет на что? Здесь можно говорить как о финансовой неграмотности, так и о том, что у вас завышенные требования излишивания денег, так и о том, что вы к деньгам, например, привязываете свою цену. То есть, вот, если у меня есть деньги, то я ценна, я важна, я значима. Если нет денег, я не ценна, не важна, я не значима. Да? То есть, плюс оценка. Плюс оценка. Понятно, что потребности человека всегда больше, чем возможности их удовлетворить, это понятно. Но, тем не менее, вот здесь такой вот момент. Кроме того, если вы не умеете жить по средствам, если вы не можете жить по средствам, то это вопрос личной границы. Это вопрос личной границы, это вопрос, вот, того, в каком состоянии вы находитесь. То есть, ну, давайте скажем так, вот, в психологии, да, различают через психологическую школу, различают три состояния. Состояние ребенка, состояние взрослого и состояние родителей. Вот, у меня есть ощущение, оно довольно стойкое, что у вас борются между собой состояние родителей и состояние ребенка. То вы, значит, себя корите, ругаете и говорите, что надо сделать это, надо сделать то, вот как вы будете с уборкой. А ребенок при этом хочет порисовать. Вот постоянно в таком конфликте вы живете. Хочу и надо. Но вопрос-то не в хочу и надо, а вопрос в могу. Вопрос именно в могу. И что из того, что вам надо, для вас действительно конструктивно. С чем из того, что вам надо, соглашается ваш хочу. А с чем нет. То есть, условно, привести вам в гармонию, это привести в гармонию все три эго-состояния. Соответствующие нормы. Ну, как мне это видеть. Вот. Естественно, естественно, это в некоторой степени такая довольно упрощенная история. Вот. Я прошу вас не думать, что это исчерпывающая информация, да, вам повал. То есть, есть еще нюансы, их очень много. Вроде меня любят, но ни во что не ставят. Ну, опять же, это не любовь, если вас ни во что не ставят. Это нуждаемость. Это использование. Это зависимость, но не любовь. Понимаете? То есть, по факту, получается, что вы не можете себя поставить. Не можете себя поставить. Вы не можете себя поставить с людьми. Не можете адекватно защищать свои интересы и продвигать их. Не можете оставить свою позицию. Не можете разграничить ответственность свою и чужую. Потому, что у вас не останется не старым. Почему так происходит? Ну, из-за страха. Как правило, страх здесь двух видов бывает. Может быть, и больше, но как правило, двух. Это страх одиночества и страх отказа. Страх, что меня бросят и страх, что меня отвергнут. Вроде я такая оптимистка, но, по-моему, у меня депрессия. Ну, во-первых, депрессия – это психическое заболевание, которое диагностируется врачом. И, на мой взгляд, если у вас есть подозрение на депрессию, то необходимо пройти обследование, чтобы вам поставили, подтвердили или опровергли или не поставили диагноз. Вот, а то так расцветать, знаете, вы же не можете сами себе диагноз поставить. Если подозрения есть – обратитесь в крачу. Что касается оптимизма, то, ну, опять же, оптимизм, он разный бывает. Оптимизм, он может быть наивный, такой слепой, естественный, да? Когда, когда человеку, ну, через по жизни свои оптимисты просто. Например, сангвиники, вот они, они такие, достаточно оптимистичные, и зачастую их оптимизм, это такой вот слепой, наивный, но он естественный. А, бывает оптимизм, ну, как бы, ну, такой, наигранный, наигранный, вот, и неестественный. Знаете, есть ощущение, что вы себя заставляете, ну, вы себя заставляете, как будто бы, ну, быть оптимистом, вот, понимаете? Такая штука. Если вы себя заставляете быть оптимистом, то возникает вопрос, зачем? Для чего вы себя заставляете быть оптимистом? С какой целью? Дальше. Все время так. Хочу купить, но денег жалко. Это борьба. Борьба, хочу и надо. Хочу представать, но дом не убрать. Да, это борьба. Хочу одного, делаю другое. Думаю, совсем иной. Без чувств раздражают, как водится, наслушиваясь с психологом в Ютубе. А зачем наслушиваясь с психологом в Ютубе? Но, одновериться хочу только профессионалам. Как привести все в норму? Психотерапия, чтобы их после хотеть делать, а сделать, не думать, как отграться назад. Ну, научиться слышать свои чувства, я полагаю. Принять себя, принять свое действие. Сейчас вот себя не принимают. Отвергают свои желания, свое хочу. Обесценивать это. Ставить себе условия несколько угодно. Вот. Так что, все корректируется. Выбирайте психологом. Начинать заработать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Так что, чтобы мне понравилось,